Всем привет! Хочешь иметь свой спонсор, научись его иметь. Уровнем чека. Уровнем чека. Уменьшили, чтоб народ не пугать. Богатым, быть богатым, можно научиться. Потому что для успешных людей работа и есть отдых. Я вышел на улицу, посмотрел на первого попроса бобжа и подумал, что человек богаче меня на 9,2 миллиарда долларов. Сама про себя думает, во врет, во врет. Потому что когда меня Эдик попросил сказать, сколько я реально заработал. Самое сложное в мире, это научиться доверять чужим людям. Другое место пришло, не мое. Третье место пришло, не мое. И так до 7 месяцев, все не мое. Поэтому, говорят, ребята, сами себе задайте вопрос. А в вашей жизни был такой голубь, который вас заставил изменить в вашу жизнь? Я, думаю, сейчас отталкиваюсь от этой теории, могу показать, как любой человек, имею всего трех человек знаком, может построить свою организацию в тысячи человек, без листовок, без объявления. Интересно? Вот то, что ты сумел такое мероприятие организовать, сам можешь посчитать, сколько здесь людей принимало участие. И насколько они выросли после того, как организация этого мероприятия закончилась. Они уже будут не просто там, безглазые Ивашки, которые будут молча кивать головой. У них уже будет свое мнение, потому что они сами пошли через это. Им есть чем поделиться, понимаешь? И более того, в них появилась уверенность, что они это могут. Вот это дорогого стоит. Потому что на самом деле, когда люди говорят, что ты хочешь, чтобы был сделан как надо, сделать сам. Самое сложное в мире – это научиться доверять чужим людям. Ведь на самом деле, когда мне говорят, Володя, у тебя же это лучше получится, это очень похоже на правду. Но если я, не дай бог, им поверю, он говорит, мы людей потеряем. Я говорю, мне легче потерять пять человек, которые сидят на презентации, чем потерять тебя, одного, уже обученного человека. Понимаешь? Потому что все равно, в любом случае, рост идет через ошибки, рост идет через потери. Это неизбежно. Но лучше вначале потерять, чем в конце… И вырастает команда, которая на самом деле плечом к плечу, которую все знают. Причем, знаешь, у меня был один случай, там, один старый полковник, комитетчик, когда мы в Казахстане организовали мероприятие, он меня взял 800 билетов. У нас там 3500 человек было на зал. Он говорит, 800. Я говорю, откуда 800 ты берешь? У тебя 25 человек в это самое. Он говорит, Володя, я им сейчас поставлю задачу, чтобы каждый привел по пять, чтобы те пригласили по пять. Все 800 билетов, дай мне, говорит. Я ему дал. Со слезами на глазах он мне в день мероприятия вернул 798 билетов. Он и жена. А когда я начал спрашивать, почему, он мне говорит, Володя, ну ты, это вообще непонятно, люди вообще неуправляемые. Он говорит, я дал задание своей первой линии, как в армии привык. И думаю, что все там отрабатывают свою задачу. Перед мероприятием я позвонил ниже, выяснил, что никто ничего не знает. Мне что, теперь в следующий раз всем 200 человек им звонить лично? Я говорю, слушай, и ты, говорю, полковник старый, сдаешь мне подполковнику вопрос, как организовать схему оповещения. Сколько у вас человек было в армии? Там 800. Что, командир части, каждому звонил домой? Нет, он говорит, звонил там начальнику штаба, тут начальником отдела, у тебя начальником лаборатории. Я говорю, почему ты это не можешь организовать на гражданке? Ну, на гражданке это не работает. Не работает. Почему не работает? Ну, вот я же всех оповестил, а они ничего. Я говорю, скажи мне, пожалуйста, как в армии отрабатывалась работоспособность этой схемы? Он говорит, тревогами. Я говорю, почему ты в своей организации тревог не делаешь? А что такое тревоги на гражданке? Награждение непричастных. Подведение итогов, приезд спонсоров, приезд какого-то там сотрудника компании. То есть любое мероприятие надо использовать для того, чтобы отрабатывать схему оповещения. И ты сразу увидишь слабое звено, которому надо или проверять, или дополнительно контролировать. И отрабатывается постепенно, нашими мероприятиями такими вот, кстати, отрабатывается система оповещения своей организации. Смотри, давай мы сейчас несколько вопросов разберем. Переходишь, мне тоже поможет же вопрос. В общем, смотри, вот мужчина в бизнесе Ари Флэйм. С чего начинать надо бизнес мужчине, если его жена уже успешна здесь? Вот. Ну, для того, чтобы на самом деле мужчина мог подключиться к этому бизнесу, я просто сейчас хочу на эту тему как раз поговорить, что... Есть 80% таких, которые... Жена уже успешна более-менее, они подключились. Да. Я не хочу сказать, что в любом бизнесе, в любом бизнесе. Есть профессионал, есть дилетанты. Есть профессионал, есть дилетанты. Кто такой профессионалы? Это люди, которые много знают, много умеют, много читают, много сделали уже. Кто такой дилетант? Это человек, который пришел сюда нахрапом, говорит, раз, не получилось, говорит, не мое. Другое место пришло, не мое. Третье место пришло, не мое. И так до семи месяцев, все не мое. Вот. Профессионалы обучаемы. Поэтому, ребята, если вы сами хотите добиться успеха в этом бизнесе, надо учиться. Что такое учиться? Надо понять смысл этого бизнеса. Надо понять, как в нем надо работать. Надо научиться пользоваться своим спонсором. Есть такая фраза. Хочешь иметь своего спонсора, научись его иметь. Но тут возникает другая тема. Чтобы иметь своего спонсора, надо заслужить право его иметь. Потому что спонсор еще не с каждым человеком будет тратить свое время жизни. Понимаете? Поэтому, на самом деле, надо становиться профессионалом. Надо читать. Надо общаться. Надо тренироваться. Почему тренироваться? Я опять, наверное, схожу со сцены, что... У одного олимпийского чемпиона спросили, где вы научились плавать. Он говорит, в бассейне. Еще другого олимпийского чемпиона спросили, вот, говорят, вам везет. Он говорит, да-да, я тоже обратил внимание, что чем больше я тренируюсь, тем больше мне везет. Вот. То есть, вот это вот рекомендация любому мужику. Причем, понимаете, если, тем более, у вас уже жена в бизнесе, если она уже в бизнесе, если уже поверили, что на самом деле это способ зарабатывать деньги, ну, к этому можно отнестись по-взрослому. То есть, на самом деле, любым делом можно заниматься, ну, просто как дополнительный доход, дополнительная работа. Просто так. Можно как к работе, можно как к хобби, вот, а можно на самом деле посвятить этому делу жизнь. А здесь есть за что светить и жить, потому что на самом деле, когда вот начнете изучать литературу, начнете там 17 кайтов мастера, лучши какие вы можете стать в МЛМ, бедный папа, богатый папа, когда вы начнете просто узнавать много, у вас, вы знаете, у меня Томила просто на самом начале сказала, говорит, надо сделать так, чтобы не вытянулись к людям, надо сделать так, чтобы люди тянулись к вам. А это будет только в одном случае, если с вами будет интересно. Если вы будете много знать, много уметь, вот в этом случае люди к вам потянутся. Когда у вас есть ответы на их вопросы, когда у вас есть ответы, как стать богатым, как собирать деньги, как их умножать, как строить бизнес. Потому что на самом деле, любой бизнес, чтобы он стал бизнесом, надо его поставить на ноги. Я как-то раз открывал со своим знакомым обменник валюты, ну, он мне рассказал, сколько это будет стоить, он сказал, там, зарплату этому самому, будку оборудовать с тройным стеклом, телефон, там, получить лицензию от банка, и плюс 10 тысяч оборотных. Ну, я ему выделил деньги, ну, я думаю, серьезный мужик, сын министра, причем он занимался до этого, там, магазинами, еще чем-то, а тут сгорелся обменник валюты. Я его финансировал. День через 5, ну, через неделю я у него спрашиваю, как там дела в обменнике. Он говорит, не знаю, говорит, не знаю. Я говорю, как не знаю? Да я там уже 5 дней не был. Говорит, подожди, как ты не был там 5 дней? Он говорит, ну, ты сам сказал, если ты вынужден на свой бизнес ходить как на работу, то это не бизнес, это работа. Если ты вынужден ходить на свой бизнес как на работу, то это не бизнес, это работа. А мы же с тобой построили бизнес, я говорю, понимаешь, чем дело? Чтобы любой бизнес стал бизнесом, надо его поставить на ноги. Чтобы Reflame стал бизнесом, надо поставить его на ноги. Что для этого надо сделать? Подготовить самостоятельно работающих людей. У меня очень часто люди спрашивают, как работать в других городах. Я говорю, а ты заслужил право работать в других городах? Потому что в другом городе надо делать то же самое, что ты делаешь дома. Оставлять после себя самостоятельно работающих людей. Ну, приехал ты, наколбасил, кого-нибудь научил продолжать этот бизнес, даже твое отсутствие. Когда ты научишься дома делать так, чтобы после тебя оставались самостоятельно работающие люди, вот после этого ты имеешь право ехать в регион. Скажи, Володь, вот эта вот разница заученность и практика. Да, начитанность и практика. У тебя же полно было примеров таких, да, кто уходил в эту заумность, там еще чего-то. Ты какие-то, да, даваловы, какие-то столовы. Стараться стать профессионалами, не работая. Не работая, да, просто обучаясь. Только начинают читать, обучаться, тренинги проходить, еще чего-то. Ребят, знаете, на самом деле, как бы, обучение людей происходит через ошибки. Ну, я могу много примеров на эту тему привести, потому что то же самое Киосаки говорит, что когда я заработал свой первый миллион, а я его заработал очень быстро, я его, так считаешь, быстро и потерял. Но если бы я не потерял свой первый миллион, я бы сегодня не зарабатывал своих сегодняшних миллиардов, миллионов. То есть он заработал миллион, потерял и опять зарабатывает миллионы. Но он говорит, я бы не зарабатывал сегодняшних миллионов, если бы я не потерял свой первый. То есть если бы я не наделал ошибок и не извлек из них уроков. Это, ну, это объективный процесс роста. То есть без ошибок невозможно? Без ошибок невозможно. Причем, вот, например, то же самое Роберт Киосаки в своей книжке «Не ходите в школу. Хотите быть богатым, не ходите в школу». Вот он там приводит пример. Это, конечно, название такое фейковое для привлечения внимания. А на самом деле в этом есть глупый смысл. Потому что, говорит, давайте определимся, что такое отличник, что такое троечник. Отличник – это человек, который задницы берет, который учит. Вот, он даже если четверку получает, он плачет. Он привык учить. И он рассказывает на своем примере на родном папе, говорит, мой родной папа, министр образования штата Гавайи, он всю жизнь был отличником. Он закончил школу с красным дипломом, он закончил институт с красным дипломом. Он попал в министерство, он стал министром образования. Но, говорит, когда он полез в политику, его выкинули с министра, оказалось, что он ничего не умеет. Потому что какие-то у него деньги были, он их вложил и вылетел, потому что он никогда этим не занимался. И все потерял. Он занял и опять потерял. Поэтому, когда он умер, после него остались одни долги. Что делает троечник? Троечник все время на грани провала. То ли двойка, то ли тройка. И он с самого начала, с первого, второго класса, он вынужден выкручиваться. Он вынужден искать поиски решений. Он вынужден реагировать на изменения судьбы. Что получается, когда они заканчивают школу? Отлично, получает хорошую должность, сидит, четко исполняет то, что ему поручили. И так до пенсии. Получил 15 тысяч рублей и до пенсии. Что делает троечник? То, что он привык делать с первого класса. Он начинает искать, как оптимизировать ситуацию. Как получить тройку, пятерку миллионов долларов. Тройку, пятерку миллионов долларов. Потому что, на самом деле... Каким был? На самом деле, наша жизнь игра. Игры надо выигрывать. Но в спорте это... В чем счет ведут? В галактиках, в секундах. А в бизнесе, в жизни, рубли, доллары, евро. Просто счет другой. А так же, то же самое игра. А игры надо выигрывать. А каждая игра имеет правила. Потому что игра без знания правил, это обречено нам проигрыш. Это всегда. Ни один мальчишка не сядет играть в любую стрелялку, не спросив, какие правила. Ни один взрослый не сядет играть в подкидного дурака, не уточнив, какие правила. А тут нас жизнь выбрасывает в жизнь, не обучая, не зная ни правила семейного счастья, ни правила успеха, ни правила счастья, ни правила обращения с деньгами, ни правила... Ничему нас это не учат, ни в школе, ни в институте. Выбрасывают... Но эти правила кто-то знает. Как определить, кто знает эти правила? Тот, у кого получается. У кого получается быть счастливым, ему надо просто знать правила. У него можно учиться правилам счастья. У кого хорошая семейная жизнь, надо учиться правилам хорошей семьи. У кого денежные результаты хорошие, надо учиться правилам хорошим, по результатам. Единственные критерии нашей деятельности — это результат. Поэтому получается, что полезность человека, его уровень определяется не уровнем художественного свиста, а уровнем чека. Уровнем чека. Уровнем чека. Уменьшили, чтобы народ не пугать. Ну, это правда. Это правда. Потому что я сюда попросил написать только те деньги, которые можно официально подтвердить, которые по плану успеха. Ну, ведь здесь нет моей зарплаты каждые три недели. Нет ситуативных бонусов. Ситуационных бонусов. Нет, 15, да, то 15 бонусов. Здесь нету этого. Володь, скажи, вот... Здесь только то, что можно подтвердить по карьерам 10. Я никогда не слышал от тебя, вот прям, чтобы ты вот дал школу, например, да, как спланировать директора выхода. Вот ты специально людям не даешь вот четких инструкций, а даешь просто направление. Вот скажи, это осознанно ты это делаешь? Или если человек тебе задает вопрос, ну, твой первый уровень, он говорит, Володь, как мне спланировать звание директора? Или как стать директором. Да, или как стать директором. Ну, как ты ему объясняешь это? Или как стать бриллиантом. Да, а как бриллиантом стать? Значит, я ему объясняю, чтобы стать директором, ты должен учиться построить свою организацию для начала на тысячу человек. На первом этапе моими руками. Для того, чтобы это произошло, на следующую встречу, которая состоится по расписанию, твоя задача пригласить первых пять человек. То есть ты ставишь установку на тысячу человек, не на директора, не на семь, пятьсот, не на десять тысяч человек. По маркизму, помнишь, говорит, где взять тысячу человек? Ну, то есть я когда провожу, ты облачка, да, я говорю, там, один человек никогда не продадут столько, сколько продадут 10 человек, но 10 человек никогда не продадут столько, сколько сами для себя купить тысячу человек. Возникает только одно препятствие, где взять тысячу человек? Это препятствие очень легко решаемое, потому что очень много людей, которые здесь набили свои шишки, которые написали книги, как бы без сделать, как нельзя делать, как ни в коем случае нельзя. Сознать теорию этого бизнеса. Я, думаю, сейчас отталкиваюсь от этой теории, могу показать, как любой человек, имею всего трех человек знаком, может построиться в организации в тысячи человек, без листовок, без объявления. Интересно? Интересно. Мы поехали. Итак, я здесь нарисую то, что я хочу получить, тысячу человек. А теперь, говорю, я сейчас просто отталкиваюсь от этой фразы. Сейчас вам расскажу, как любой человек может построиться в организации в тысячи человек. Потому что, давайте, как звучит критерий устойчивости этого бизнеса? До этого я воспользуюсь с критерием устойчивости. Критерий устойчивости звучит так. Если вы пришли в этот бизнес, если вы хотите быть к нему устойчивым, то вы на три поколения должны учиться в организации делать то же самое, что умеете сами. Какая-то непонятная фраза, но сейчас немножко по-другому расскажу. Скажите мне, пожалуйста, я не буду говорить пока про тысячу человек. Скажите мне, пожалуйста, реально пригласить в этот бизнес не надо тысячу, всего двух. Всего двух человек, которые просто хотя бы для себя что-то берут на 30%, реально, реально. Если я это сделал, могу я их научить то, что я сам уже сделал? Могу я их научить пригласить по их другому закону? А теперь еще раз внимательно слушаем критерий устойчивости. Если вы пришли в этот бизнес, если вы хотите быть к нему устойчивым, то вы, три поколения, вы, именно вы, я, 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 должны учить свой организации делать то же самое, что умеете сами. Сами двух человек, и на двух всех научили по двое. Делать то, что вы умеете, всех по два. Я говорю, смотрите, казалось бы, просто, а давайте посмотрим, что получилось. Один, два, четыре, восемь, шестнадцать. Тридцать два человека, тридцать один. Помните, основной препятствий было где? Нет у меня столько знакомых, оказывается, не надо. Потому что люди не догоняют, а если, говорю, для трех? Три, девять, двадцать семь, восемьдесят один. Я говорю, ну, ребята, люди не догоняют, это не то, что не они должны пригласить лично тысячу человек. Это благодаря их работе, я, 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 у людей должно появиться, у фирмы должно появиться тысяча покупателей. Ведь по большому счету, чем мы занимаемся вот в Reflame? Мы занимаемся здесь созданием денежного потока из многоразовых покупок. Построение постоянного потока из многоразовых покупок. Построение, создание постоянного денежного потока. Мне просто очень нравится книжка. Множество источников дохода, ни разу не сталкивались. множество множество источники алан алан какой-то не помню она есть в интернете есть и у этого сама должна быть вот он рассказывает просто так что говорит каждый человек это как озеро в горах это говорит наши как бы наше накопление до наших поступлений они говорят пополняются ручьями реками родниками они из этого озера что-то вытекает есть подземные трещины потекают это налоги вытекает эта одежда утекает это питание подземные трещины которые мне вообще непонятно что уходят или просто так очень хорошая аналогия просто потоп аналогия просто говорят вот это вот нашей жизни поэтому чем должен каждый человек заниматься первое ликвидировать учечки сокращать утечки и второе увеличивать наполнение этого озера испарение создавая создавать но это один из используют методов утечка вот создавая постоянные денежные потоки причем он говорит так что запустил один денежный поток поставил на ноги так что ты ему большому счету уже не нужен может существовать без тебя до помешка любой бизнес становится бизнес когда ты его поставил на ноги это по сути одну команду создал до 3 поколения углубленного он он-то рассказал по-другому но там просто классически то есть у него раз там обменник валютах наехал поставил на ноги все в этом больше не смотрят раз там шиномонтаж раз он тоже научил поставил на ноги проверил потому что еще ленин говорил что что такое коммунизм это электрификация плюс контроль вот и он говорит множественные источники дохода умение создавать себе множество источники дохода каждая группа это дополнительный поток нашего озера каждое сокращение не производительных расходов то есть не учтенных рассудок эмоциональных расходов этого потому что я это могу себе позволить я тут просто есть интересная как бы на зарисовочка сейчас тоже для книжки на еще с советских времен я просто обращал внимание что многие люди получали государственные квартиры а некоторые вынуждены были покупать кооперативные квартиры кооперативные они за свои деньги покупали вот потом рассчитывались по 15 лет вот но почему-то меня удивляло люди работали на одной и той же работе на одинаковые зарплаты блин но около домов где жили люди которые получали бесплатные карте квартиры люди перебивались от плавочки для палочки им денег себя не хватало них никогда не был ни машин ней yeabil это все они с трудом наживали план получке мы получили люди которые работали на этим же на этих же заводах с такими же зарплатами которую жили кооперативной квартире около их думаю сюда стояли много машин и их было шикарная мебель а им у них появлялись деньги на путешествовать там на море есть еще чет фруктами питаться при одинаковых зарплатах при одинаковой работе преды там в стране при одинаковых ценах почему такая разница и потом пишу это оценку свою что говорю дело в том что люди которые были вынуждены влезть в долги которые начали вести планирование своих расходов когда они рассчитывали с долгами то умение планировать и рассчитывать долги и вот не тратить деньги в темы которые я просто могу себе это позволить эти деньги потом у них продолжали оставаться не могли ну как бы позволить себе жизнь гораздо более объемную емкую наполненную чем люди которые жили от получки до получки и которые все деньги те же самые деньги на которые тратили в ноль только потому что я могу себе позволить вот и получается что богатым быть богатым можно научиться потому что это просто привычка привычка планировать привычка считать привычка не тратить лишнее что такое бедность это не умение считать то есть богатство можно научиться но и бедность оказывается можно научиться как позволяете просто вещь которую из разряды я смогут позволить то есть отсутствие планирования отсутствие бюджета отсутствие знания на что уходит еврейские семьи на самом деле при тех же доходов россии они были богатые все но почему да потому что они видели планирование до одной копейки блин он купил коробок спичку он занес себе в графу расходов они контролируют все свои расходы они контролю все свои доходы и в конце концов когда все видишь наглядно то больше ошибок уже больше не делаешь этому можно научиться то есть оказывается богатство это просто привычка бедность это тоже привычка статус в арифлэм это привычка до определенно приглашать людей да потому что я уже не могу становиться трехзвездочных гостиниц мне арифлейм уже приучил пятизвездочных но мы я заметил еще что и ты и эдуард и я и многие успешные директора они при любом случае рекрутируют говорят про бизнес про арифлейм любое действие уже прогнозирует чтобы они привели например презентации все изначально ты думаешь уже о бизнесе о создании множественных источников доходов на автомате уже на уровне подсознание поскорно сами когда говорят у моего маркета стиль жизни это не то что я составляю себя быть да потому что дональд трамп мне рассказал очень интересную вещь он сказал говорят ребята люди которые ищут баланс между работой и отдыхом ребята стать эти напрасные усилия потому что для успешных людей работы и есть отдых сегодня и михалюк об этом он говорил тоже про привычки то что вот сейчас мотивация не работает мотивация не работает если работы на короткий промежуток времени а работают привычки поэтому я вот смотрю те кто уже на автомате рекрутирует может первое время заставлял я например первое время себя заставлял я не общительный я интроверт я бухгалтер я не люблю с людьми общаться но если заставлял чтобы как-то не опозориться и же отдельно подписался под альбина я себя заставлял как идти на встречи а потом как-то это вот так и уже втянулась привычка а многие делал то что помните я говорил что это самое что большую роль в жизни человека им играть характер ты сегодня будешь говорить про характер да наверное обязательно надо если не забуду и у меня очень часто прошу это можно изменить характер для куда то что что я рассказал там праве им там про этих самых про на руси здесь это все давно было известно то что есть такая российская пословица что по сей поступок пожнешь привычку помните мы только сейчас говорили что рекрутирует это привычка по сей поступок то есть один раз прорекрутировал второй раз третий по посеял привычку привычка рекрутировать по себе привычку пожнешь характер пожнешь характер поселий asp Paris пасс בס есть характер пожнешь судьбу то есть на самом деле это все начинается с первого шага все начинается с первого поступка если это делал поступок эти результаты понравились ну повтори его то же не дерево не берут вот есть разницы женский характер мужской характер разница же есть на гендерном уровне уже как он да вот мужчина приходит в этом бизнесе как им использовал это их мужской характер для старта для вот успешности что у многих сомнений вот сегодня многие люди меня спрашивают увольняться не увольняться что делать то многих страх такой знать желание есть значит муж мужской женский характер мужские женские привычки мужской женский стиль восприятия информацию разные совершенно это правда вот это совершенно правда потому что все это базируется еще на том факте что есть два полушария у человека да одно эмоционально другое логическое вот у женщин эмоционального мужчин логическое поэтому когда женщина говорит ах там такие платья ах там такие банкеты ах там там тень под лодочкой женщина на это может плюнуть но мужчина должен приходить сюда на логику логика берется от понимания надежность нашего бизнеса появляется от знаний на самом деле надо для мужиков надо просто красной нитью проводить что успеха добивается не те люди которые жаждут успеха успех добиваются люди которые заслуживают успеха поэтому для того чтобы получить успех надо заслужить сначала как знаниями поступками результатами знаниями можно научиться поступки кто хозяин в этой жизни какие-то поступки опять опять все упирается характер то есть успех это характер причем на самом деле я могу даже сказать такую вещь что характер даже больше успех чем просто характер потому что на самом деле вот я очень часто привожу такой пример что человек который зарабатывает 10 долларов он думает совсем по-другому чем человек разрабатывает 1000 долларов человек который зарабатывает 100000 думать совсем по-другому чем человек разрабатывает тысячу человек который зарабатывает миллион думать совсем по-другому чем человек который зарабатывает миллиард и для примера я просто привожу что когда я тут у роберт киосаки посчитал эту фразу что когда я заработал свой первый миллион а заработаю очень быстро точно даже быстро я его и Потерял. Но если бы я не потерял свой первый миллион, я сегодня не зарабатывал своих сегодняшних миллионов. А вот Дональда Трампа, читаю, в 1987 году, когда случился кризис на рынке недвижимости, я за одну ночь потерял все свои миллиарды. Даже более того, еще остался должен 9,5 миллиарда долларов. Я вышел на улицу, посмотрел на первого попроса бобжа и подумал, что еще богаче меня на 9,5 миллиарда долларов. Но сейчас я опять работаю с миллиардами. И очень часто обращаюсь к ребятам, говорю, я вас вообще не настораживаю, человек работал с миллионами, все потерял, опять работал с миллионами. Человек работал с миллиардами, все потерял, опять работал с миллиардами. Потому что мы как-то раз с Магнусом зацепили тему Дерипаски. Был момент, когда он вообще все потерял. И Магнус говорит, он был богат и стал нищим. Я говорю, не знаю, не знаю, говорю. Потому что сейчас для него час че. Сейчас для него час че. Если он не повесится, если он не сопьется, если он не застрелится, то он опять очень быстро станет миллиардером. Почему? Потому что у него осталось мышление миллиардера, связи миллиардера, горизонты миллиардера, восприятие информации миллиардера. Границы миллиардера. Понимаете? Поэтому, если вы хотите повысить свой уровень, повышайте свои границы. Это то, как получается, как в том анекдоте. Иру, даже не знаешь, рассказывать нет, а то сейчас опять вот это самое. Опошли. Нет. Морская лягушка попала в гости к колодезной лягушке. Погостил там недельку. Простора хочется. Простор это как? Ну понимаешь, это вот когда море, границ нету. Как два колодца? Нет, понимаешь, вообще границ нету. Как три колодца? Да нет, не понимаешь, это вправо, влево. Во всех сторонах границ нету вообще. Как пять колодцев? А сама про себя думает, во врет, во врет. то есть пока люди сами у себя в голове не раздвинут горизонты пока они не поймут вот это вот необъятности возможностей для нас очень часто сталкивался потому что нами эти попросил сказать сколько я реально заработал я говорю знаешь о том что многих людей большие суммы пугают миллионы то есть там тысячу долларов они воспринимают как нормальный танец для себя в какой-то мере это является и гарантом большие суммы нет если вы вариф не гарант не гарант не гарант не гарант потому что вот рассказываешь про тысячу долларов он верит да действительно точно подняли реально и он пытается понять как это когда там расскажешь про 10 тысяч долларов он уже не верит три четыре пять он еще верит десять тысяч у это у вас там это надо было приходить вовремя это везет только первым это те кто только на вершине начинает наискать из отмазки а на самом деле ну вот тогда еще один из лидеров всего маркетин говорил ребята вы еще думать из кого-нибудь ко мне приводить на встречу потому что вот тот объем материала которым я владею за время работы в рефлейме я приобретал много лет а многих людей новичков это может отпугнуть это чего для того чтобы здесь добиться результат на столько знать я свое время классный пример просто разговаривал с одним лидером и гербалайф вот я у нее спросил просто так лично вопрос как вы сколько вы лично делаете вот вы там учите всех продавать 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 а сколько вы лично делаете личный объем наград лично 1000 долларов в месяц потом сделала паузу когда народ так это проглотил эту 1000 долларов месяц лидер мирового уровня она говорит но вы не путайте мои 1000 долларов с вашей 1000 долларов потому что моя 1000 долларов это у меня расходуется на постоянно на созданную постоянно клиентскую базу которая наработала за время работы в компании а вам еще только предстоит наработать такую базу поэтому вы не путайте моим 1000 долларов с вашей 1000 долларов я уже наработал базу постоянных клиентов а вам и что предстоит наработать ее вот и в этом отношении очень нравится просто 10 уроков и соответствие большой раскрывает секреты там четко написано просто вопросы ответ вопрос ответ один из вопросов на 2 в этом бизнесе продавать ответ нет продажи в этом бизнесе берутся по ходу появляются по ходу построения организации то есть больше когда я расписываю четыре способа зарабатывать деньги да да вот это вообще офигенно да то есть клиент продавец рекрутер рекрутер и спонсор и вот эта разница между рекрутером спонсором вообще великолепно я например когда был на synergy форуме они приглашает интересно интереснейших людей а вопросами задавать не умеет ведь в правильно составленном вопросе уже заложен ответ и поэтому когда они пригласили этого майкл джексон майкл тайсона интереснейший человек наш ним он может много чего-то рассказать а его где выросли а что это самое а вот есть по всему миру какой смысл заложен в этих вопросах ваше любимое блюдо ваша любимая книга кулуху не это самое да вот то есть по большому счету один раз мы удачно просто задали вопросом поднял великолепную тему великолепную тему просто задали вопрос вот что вас подвигло вообще в жизни чтобы вот в жизни каждый человек происходит какой-то момент поворотный которому нас они меняют то есть люди меняет жизни от хорошей жизни вот что в вашей жизни произошло такого что вот вы стали вот он сказал очень интересный ответ он говорит ребят найти я родился вырос в нью-йорке но я жил в негритянском районе очень бандитский район вы и у нас по улицам ходили банды которые всем приставали сбивали говорит вот я был хилым ребенком говорит и чтобы не общаться со сверстниками я занялся в лубяне голубями вспомнишь ли да случая я просто занялся глубять не начало чем глубей с ним было гораздо рочь проще легче чем с людьми вот но один раз случилось горит на сами поворотное самое событие ягод шел приобрел очень редкого голубя в свою глубять не шел по дороге в глубять не встретились местные банда бандитов меня избили но я к этому привык я там отмолотили я к этому привык но когда главарь этой банды глядя мне в глаза взял моего голубя отвернул ему головы во мне что-то случилось говорит мне просто туман перед глазами я бросился драться естественно меня избили опять стоять 5 лезу драться и не опять на земле опять стою и лезу драться и у меня как жизнь все изменилось я понял что дальше так жить нельзя я пошел в секцию бокса я стал боксером я стал знаменит на весь мир поэтому говорит ребята сами себе задайте вопрос а в вашей жизни был такой голубь которого заставил изменить вашу жизнь великолепный ответ мы же он таких ответов могут дать пищу если мы правильно задавали вопросы поэтому когда мне задают вопросы трехпроцентник одни вопросы одна информация когда не задают вопрос исполнительный директор другие вопросы другая информация я тот же но мне сдают другие вопросы а в каждом вопросе заложен в правильно сформули вопрос заложен ответ исполнитель директора знает что спрашивать в отличие от директора поэтому очень важным когда ты ведешь вебинара когда ты ведешь там youtube там нужно чтобы тебя был квалифицированный интерьер модератор модератор будет задавать вопросы не просто ему что в голову пернула а который продумано который составил программу чем тебя хочет услышанное который не только его интересует которые могут заинтересовать других людей то есть модератор в создании интервью проведение вебинаров создание youtube это очень важная вещь потому что сам я могу просто у меня такой массив информации я просто не умтону блин но в нужный момент выплывает ответ на любой вопрос я тоже не вижу потому что знаешь вот вот этот алан который создавал множество источник дохода на вообще написал очень интересную вещь он говорит я написал книгу например да люди его покупают люди всегда покупает то что им нравится но потом я эту же книгу переложил на диск или начали покупать диски блин потому что люди покупают все что им нравится определенного автора я тоже диск предложил на видео начали покупать они уже есть уже книга у них есть уже диск начали покупать видео те же самые люди потому что люди покупают все как бы издание человек который им нравится вот меня это поразило поэтому как бы на одной теме можно заработать несколько раз чем даже ними не обязательно менять упаковку просто книга видеокассета диск сейчас сиди сейчас потом будет youtube потом если на youtube попался тебе понравился автор ты будешь его искать всем привет пошли работать на сцену